Мы уже здесь три с половиной недели. Я сама из Латвии, хотя я русская. Вот он из машины нормально выходит там на дорогу. То есть они не парятся. Моя такая главная идея блога это не только секс, отношения, но вообще раскрепощение женщин. То есть я хочу абсолютно обычное. То есть у меня там не какая-то голливудская внешность, не какая-то шикарная фигура. Больше всего блогеры зарабатывают на собственных инфопродуктах. То есть собственные курсы, гайды. Это она терпит там. Не получается, не получается получать оргазм. 70% женщин по статистике, по медицинским исследованиям, они испытывают так называемого вагинального оргазма. Добрый день, друзья. Добро пожаловать на наш канал. Сегодня у нас в гостях Ирина. Ирина, добрый день. Добрый день, очень приятно. Добро пожаловать на Кипр хочу сказать, потому что ты приехала сейчас недавно. Да, мы приехали, ну как недавно, мы уже здесь три с половиной недели. Время бежит. Я имею в виду недавно, почти месяца нет. Да, 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 но мы так как планируем здесь оставаться долго, мне кажется, что уже в общем-то какое-то время прошло, уже освоились. Ирина, расскажи в трех словах про себя. Так, мне... Вообще, откуда ты родом? Такая у тебя, ну, семья, замужем ты, замужем, все расскажи нашим подписчикам. Так, рассказываю. Я сама из Латвии, хотя я русская. В Латвии очень много русских живет. Вот, конечно, мы уже там не те самые коренные, настоящие русские, которые живут в России. Но, тем не менее, да, в общем-то, этнически я русская. Вот, приехали мы из Латвии сюда, на Кипр. Мне 32 года. 32 года? Да, 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 приехала я сюда с малышкой, со своей милочкой, вот, с мамой, вот. И еще у меня есть муж, я тоже замужем, но муж у меня ходит в море. Он моряк. Моряк, окей. Да, он моряк с торпом. Кстати, я много раз слышу, в Латвии очень много моряков. Моряков много. Ну, страна такая прибрежная, в то же время, как бы, производств много нету. Много нету, нету. Ну, и в основном, как бы, люди, вот, транзит, переходы, перевозки. И Латвия находится стратегически в очень хорошем месте. И тоже выпускает квалифицированных специалистов, отличные высшие учебные заведения морские. Вот, и поэтому, да, много моряков, мой муж в их числе, вот, ездит на танкерах. А, танкер. Да, танкер, да, нефтяной танкер, нефтетанкер. Я как понимаю, как моряк, его долго нету дома? Да, его долго не бывает дома 3-4 месяца. Нормально? Ну, нормально, конечно, сложно, если честно. Как сказать, очень сложно терпится это все. Но, тем не менее, как бы, я уже к этому привыкла, я уже себя настроила. Я уже сама себе, как там говорится, я и баба, и мужик, в общем, я уже умею все, делаю все. Ну, и у тебя есть помощь, да? Ну, моя мама, да, моя мама. Она уже не молодая, ей уже 72 года, вот, но, тем не менее, по крайней мере, моральная поддержка и, ну, моя такая вечная опора, это моя мама, конечно, она со мной всегда. Дай бог ей здоровья, чтобы всегда тебе помогла. Да, 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 она также мой такой лучший друг, товарищ по жизни, вот. И мы с ней вот тоже вот приехали сюда, на Кипр, да. Вот, вкратце обо мне. Профессию расскажу, да. Давай, давай, какая профессия? Да, профессия. Сейчас я могу себя полностью называть, что я блогер. Блогер? Да, я блогер. Я инстаграм-блогер, вот, потому что... Сколько подписчиков? Миллион сто сорок тысяч. Миллион сто сорок тысяч. Вау, как ты успеваешь всем отвечать, если у тебя там... Причем, причем я их набрала чуть больше, чем за год, то есть... Да, я хотел бы вот это вот, как ты начала и как ты поняла, что ты можешь стать блогером? Начала я... Хотела ты это или просто получилось? Как сказать, я вообще по профессии, я синхронный переводчик. Вот, да, синхронный переводчик у меня, вот, когда еще родилась моя дочка, два года назад, я как раз, как после ее рождения, я закончила еще магистратуру, вот, как раз таки на синхрониста, синхронного переводчика, технического синхронного переводчика, вот. Но была пауза в работе из-за ребенка, вот. Так, на декрет вышла? Да, я вышла в декрет, но я человек очень деятельный, то есть вот сидеть на месте я не могу, не зарабатывать я тоже не могу. То есть, когда у меня нет денег, когда мне нужно, как бы, ну, муж, конечно, он мне дает и все, но когда вот я чувствую, что там, мне что-то не хватает, и я ему там, привет, а можешь мне что-то перечислить, там, вот это, вот это, вот это, вот это вот мне через себя переступать, да? Окей. Да, да, да. То есть... По-моему, не каждая женщина, а тут для себя, да? Ну, вот, может быть, я всегда привыкла, что я с детства зарабатываю, то есть где-то с 14 лет я работаю, вообще, на каких-то работах, в общем, да. Такой вопрос, который я всем задаю, когда ты первый раз заработала первые деньги сама, и на какой, ну, что ты именно сделала, и куда ты их потратила? Да, я в первый раз заработала деньги, когда в 14 лет все мои друзья, мы не из богатых семей, мы все пошли работать, вот, хотелось собственных денег, мама там мало очень давала, да. 14 лет, да. Вот, и пошла, я нашла работу следить, ухаживать за инвалидом парализованным. Он был парализован с шеи, вот. Мне нужно было его кормить, чистить зубы, ставить катетер, скажу вам больше. 14 лет. Да, да, скажу вам больше, вынимать фекалии, когда он испорчнялся, то есть мы с ним еще играли в шахматы, разговаривали. Сколько лет было? 30, по-моему, с чем-то, 30 с чем-то. Да, очень молодой, очень трагичная история, и вот я бросила эту работу буквально через месяца, наверное, 4, потому что мне было очень тяжело морально. Я это хотел сказать, да? Да, мне было так физически, я могла, я была всегда сильная женщина, девочка, вот, я могла его поднять, он был уже без мышц, как бы очень легкий, я могла его поднять, отнести, вот. Вот, но мне было очень больно смотреть, вот, как человек вообще относится, ну, видит этот мир, как он сидит, и он видит просто вот маленький кусочек неба. И он говорит, вот сегодня небо светло, я хотя бы вот небо кусочек вот этот вижу. Что мы считаем, что это так должно быть. А он видит всего лишь кусочек неба, не все вот это, то, что мы видим, а всего лишь кусочек. Да, кстати, есть много людей, которые, мы, я это называю, неблагословим тому, что мы имеем, а как бы говорим, о, а почему там другое, а есть люди, которые говорят, солнышко увидел, спасибо. Да, да, и вот это мне было очень морально тяжело. Очень тяжелая работа, я не знаю, куда ты их потратила после такого. Маленькие деньги я зарабатывала, в принципе, там где-то, ну, если так, мы в Латах, если на евро перевести, то это где-то, наверное, 4 евро в час, где-то так, вот. Ты там работала по 5 часов летом, ну, маленькие это были деньги. Но я вам скажу, скажу вам, что до сих пор, в принципе, и тогда еще я всегда откладываю на подарки маме. Вау, как я понимаю, ты любишь очень сильно маму. Маму люблю, да. Она, она всегда, она свою жизнь посвятила мне, она последние деньги отдавала не только там на мое образование, на всякие курсы языковые, все, то есть последние. Она работала на максимум, да, но она еще и вкладывала там, чтобы вот мне купить модную какую-то красивую одежду, да, то есть мы жили, ну, очень бедно. Но, тем не менее, у меня была там и какая-то норковая шубка, и шляпка, и все. То есть она... Не отказывалась. Нет, она меня вот по максимуму, меня пыталась как-то вот, чтобы у меня было все, вот. Поэтому, конечно, уже с маленьких лет мне хотелось-то скорее-скорее начинать отдавать, вот. Поэтому, поэтому старалась для мамы, вот. Вот, да. Так что ты подразила на подарок маме? На подарок маме, да, 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 копила там. Молодец, я это уже, кстати, второй раз слышу. Ирина, расскажи про вождение на Кипре. Первым долгом хочу спросить, ты первый раз водишь с левой стороны? С левой стороны вожу первый раз. Я думала, да, 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 я думала, что будет очень сложно, вот. Но, на самом деле, я потыкалась только в аэропортской вот стоянке. Чуть-чуть, чуть-чуть я выехалась, видела, что у меня на встречу тоже кто-то едет, и все. Испуг был, да, чуть-чуть испуг, но потом все. Все, как только я выехала, все, я поняла, я держу здесь, мне очень хорошо все сказал, объяснил, как нужно, что так, держись по линии, открытый, закрытый, все, эти три правила у меня в голове вообще очень легко. Но так со временем я вижу, что киприоты, они так на расслабоне водят, да? Расслабоне. На расслабоне. Поворотник не включая, да? Поворотник не включая, да? Поворотник не включая, так из машины, вот человек остановился, вот он из машины нормально выходит там на дорогу. Все равно. То есть они не парятся, вот вообще, вот как бы едут, как едут, да? А ты уже узнала слово «сирасика»? Нет, не знаю. Не знаю? Нет, не знаю еще. Это ты уже пока не киприот. Пока нет еще. Хотя собираюсь учиться, да. Все, у кого, кто живет на Кипре русскоговорящий. Тише, нет? Да. Ты спросишь, что такое «сирасика»? Ну, они тебе скажут. Правда, это, я не смотрю на это плохо, но я знаю одно, что на Кипре, если ты не хочешь добиться своего, ну, как бы побольше надоедать, ты не добьешься. Ирина, расскажи мне, пожалуйста, про твой личный блог. Почему ты, ну, вообще, я хочу тебя спросить, ты хотела стать блогером? Ну, я всегда хотела как-то быть на виду. То есть профессия синхронного переводчика и вообще переводчика, она как-то немножечко об этом, ну, да, ты вроде бы как бы все тебя слушают, все на тебя смотрят, но по факту ты тень. Ты тень человека, который выступает, да. Вот. Мне, конечно, хотелось всегда быть на первом плане, всегда создавать что-то свое, всегда свое мнение продвигать в общество. Я чувствовала, но как-то в моей, совсем, можно сказать, молодости, ну, юношестве, да, такой возможности как бы вот не было, как инстаграм. Может быть, ютюб, ну, как-то я не начала, не въехала. А ютюб не делаешь? Нет, не веду ютюб. У тебя только инстаграм? Да, только инстаграм и телеграм-канал, где более пикантные люди, которые блокируют инстаграм, да. Почему, не почему, а как ты выбрала этот, как правильно сказать, направление, контент или, ну, твою тему. Да, ну, тема у меня, да, сразу скажу. Я знаю, как подпишитесь, вы потом мне пишите, как вам эта тема. Да, можете прийти посмотреть. Тема у меня пикантная, это секс-отношения, бодипозитив, да, вот, очень откровенно, максимально открыто, в принципе, это секс-просвет, да, то есть у нас, как бы, тема, ну, в основном в России, в Европе не так, но в России, где моя аудитория русскоговорящая, русскоговорящая, да, из стран СНГ, из Украины, да, из России, как-то вообще эта тема вообще табуирована. То есть вообще ни слова это нельзя сказать, ни с детьми вообще об этом говорить ни в коем случае нельзя, ни с партнером даже обсудить секс нельзя. Да, это не то. Когда слышно слово секс, это сразу тебе по... Да, сразу, ай-яй-яй, нет, что нельзя, да, никак. Вот, далеко ходить не надо, даже мой муж, если мы, например, идем обсуждаем блог, я ему говорю, там, вот ты представляешь, я там придумала, просмотрела, там, новые техники, мастурбации, и я говорю, о, тише, тише, ты что, ну, сейчас же тут люди, потом, вот. Кстати, а ты, а ты, а хочу спросить, вот именно, я представляю, что, сколько у тебя пишут, там, в Инстаграме, там, как на это смотрят твои мужики? Ну, вообще положительно, потому что, да, конечно. Не ревнуй? Нет, нет, ну, вопрос такой глобальный, к чему ревновать, да? Да, в чему ревновать, да? В чему ревновать, то есть, реальные какие-то, там, у меня нет никаких реальных, никаких связей, никто ко мне, там, на меня не накидывается, да, вот, то есть, в этом смысле все нормально, тем более, что я живу в Латвии, а аудитория у меня живет в России, в Украине, вот, вот так вот, хотя даже здесь, на Кипре, я уже встретилась с их подписчиком. Да, я уже встретилась... Ну, кроме меня еще есть? Еще есть, конечно, я встретила официанта в ресторане, потом я, да, потом я просто шла на улицу, и мне говорят, Ирина, такой ресторан есть, да Винчи, да, вот, там, в старом городе, да, Ирина, это вы? Я говорю, ой, да, заходите к нам, вот, мы подписчики, то есть, даже здесь, на Кипре, как ни странно, меня встречают подписчики. Тебе это приятно? Да, приятно, конечно, приятно. Ты хотела стать знаменитой? Да, я хотела стать знаменитой, мне... И, кстати, кем знаменитостью? Ну, наверное, актрисой, если бы становилась знаменитостью, то актрисой, если вот брать по талантам, потому что в школе очень много играла, мы ездили со своим театром даже в европейский тур. А, ты театр тоже? Театр, да, занималась. Кстати, мы иногда, я до этого тебе говорил, не перевозим, а приезжают люди, которые снимают на Кипре фильмы, может быть, и попадется, и тебе пригласит, да, почему и нет. Завите, да. Но еще вот моя такая главная идея блога, это не только секс, отношения, но вообще раскрепощение женщин. То есть, я хочу показать, что... Я хочу спросить, как раз, к кому это относится, женщине или мужчине? Это в основном к женщине. То есть, и также у меня 70% женской аудитории. То есть, несмотря на то, что многим показалось, какой там откровенный контент, или кто-то там на что-то смотрит, но я хочу показать, в общем, женщинам, так как вижу очень много зажатостей, да, и всего этого такого, что... Вот посмотрите, я абсолютно обычная, да, то есть, у меня там не какая-то голливудская внешность, не какая-то шикарная фигура, я самый средний, обычный, среднестатистический человек, да. Тем не менее, во-первых, я могу всего добиться, я так считаю, да, я могу всего добиться. Добиваешься, я говорю, вижу. Ну, как-то получается, для кого, для кого как, конечно, мерило успеха, да. Для меня мерило успеха, это мое счастье, да, то есть, насколько я сама счастлива. Так, ну, чем я счастливее становлюсь, тем, я кажется, я успешнее. Само собой, если ты захотела приехать на Кипр, и ты приехала... Да, приехала и живу, да. ...могла, значит, набиваешься свое... Да, хочу показать женщинам, что ничто не преграда, не нужно вам быть какой-то особенной, невероятной, чтобы, во-первых, быть свободной, чтобы вот себя самовыражать, чтобы делать то, что тебе нравится, вот, и чтобы вести себя раскрепощенно, носить то, что ты хочешь, любить себя, делать то, что ты хочешь. Ну, и, конечно... Вот надо пожелать нашим... Ну, и, конечно же, заниматься сексом. Конечно же, не стесняться своего тела, не стесняться... Секс – это здоровье, да, в своей жизни? Да, конечно же, здоровый секс – это здоровье, потому что, ну, такие проблемы сейчас поднимем. Да, очень часто в семье происходит, ну, как сказать, можно сказать, насилие, да, незаметное. Насилие. Но, да, женщине не нравится что-то, да. А, но она не может это высказать. И вот она терпит там. Не получается, не получается получать оргазм, не получается получать вообще удовольствие, не получается делать то, что нравится, да. Не получается это сказать своему мужчине. Это, кстати, очень важное дело. Не получается. Очень многие молчат, очень многие молчат, думая, что с ними что-то не так. Я не испытываю оргазма, ну, значит, со мной что-то не так, да. Значит, если я это еще и скажу своему мужчине, так он найдет другую, которая оргазмичная, а меня бросит, да. Да, то есть вот это вот тоже очень важно, чтобы люди говорили об этом, чтобы люди обсуждали. Было откровенно лишь собой. Конечно, конечно, конечно. Потому что, ну, на самом деле, 70% женщин по статистике, по медицинским исследованиям, они испытывают так называемого вагинального оргазма, то есть от проникновения. 70%, да. И 90% из них имитируют просто, чтобы не показаться какими-то странными. Серьезно? Да, конечно. Это статистика такая? Да, такая статистика. Вот, к сожалению, печальная статистика, да. Напишите и Ирине задайте вопросы, если у вас есть, оставим в ее инстаграм и телеграм. Да, можно? Да, конечно, конечно, да. Ну и напишите у нас в комментариях, как вы думаете об этом, что говорите? Как вы думаете, стоит ли об этом открыто говорить? Можно ли об этом, возможно ли об этом говорить с мужем, с друзьями даже? Возможно ли об этом говорить в общем в обществе? Или стыдно, это не не стыдно. как это вам кажется. Расскажи, пожалуйста, самое такое, которое ты, ну, само собой, ты принимаешь много и плохих комментариев. Конечно, естественно, да. Что тебе не точно возмутие, она сказала, блин, а почему это он пишет, ну, как бы, или она? Ну, скорее всего, меня, опять же, конечно, такой откровенный хейт, когда просто говорят, что да ты уродливая, да ты жирная, там, да, ну, там. А есть и такие, да? Да, конечно, таких очень много, да. Ребята, зачем? Говорят все в основном блогеры, я не блогер, ну, как бы, я слышу от вас и от всех, кто занимается соцсетингом, что эти комментарии нужны. Да, они нужны, да, вот эти вот такие самые хейтерские комментарии, да, как бы, они, в принципе, меня не расстраивают, потому что, ну, они, во-первых, очень глупые, да, то есть, во-вторых, я знаю себе сама цену, свою ценность, да, я знаю, что я не уродливая, что я нормальная, меня никто не сможет убедить, потому что я урод. Ну, я вижу зеркало, я не урод, я нормальная, вот. Красавица, если я тоже не считаю, норм, все нормально у меня, вот. Ну, ты молодец, простите, я просто правду скажу, если я, мне кто-то что-то там пишет, у меня начнут, я мужик из-за этого так, ну, где ты, ну... Нет, надо понять, что эти... Прошу, чтобы никто не писал, но они все это делали. Ну, надо понять, что эти люди находятся в таком плохом месте, в таком плохом состоянии сейчас, что они хотят и других людей утащить на это, дно. То есть, вот он сидит, он видит, у него самого, скорее всего, нет нехорошей работы, нет нехорошей внешности, и он чем-то недоволен в жизни, и все, что он может, это принижать, и таким образом он сам возвышается. И это все, можно только пожалеть человека, что на таком он находится, ну, в такой он яме находится, что ему только остается людей затаскивать в эту яму, и все. Вот, вот только можно пожалеть, да? Вообще, мне в это помогло, что ты сейчас сказала, я... Конечно, но это люди неудачники. Ну, кто, вот скажи, вот если тебе что-то не нравится, вот видишь, ты идешь, идет навстречу толстая, некрасивая, страшная женщина, да? Ну, вот что, вот неужели у тебя будет желание, вот есть ли такое желание подойти к ней и сказать, ух, ты страшная? Нет, конечно. Ну, нет, потому что ты счастливый человек, у тебя все хорошо. Ты пройдешь мимо, подумаешь, может быть, ну, не очень симпатично, в голове ты у себя прокрутишь, и все, ты забыл через секунду. У тебя свои мысли, у тебя свои желания, у тебя бизнес-план, у тебя машины, у тебя встречи. В своем голова заполнена другим. А вот эти несчастные, пустые люди, они только и ищут, а как бы, как бы мне там где-то укусить? Ну, опять же, они люди пожелаем им здоровья, да? Конечно, здоровье, счастье, главное найти себя в жизни, конечно. А так это помогает, конечно. Чем больше комментариев под постом, тем Инстаграм считает, что этот пост, значит, интересный, раз его комментируют, покажу его еще большее количество людей. И как только люди, эти хейтеры, начинают комментировать, 90 процентов, конечно, аудитории меня поддерживают, только 10 процентов хейтеров. Это уже плюс. И они тоже набрасываются на этих хейтеров. И комментарии идут, буквально ком, комментариев огромный, вот. И, конечно, пост выплывает наверх, так что, в общем, это выгодно. И на сколько зарабатывает один блогер? Смотрите на количество подписчиков, да? Вот. То есть, если это блогер не накручен, то есть, если нет накрутки. Да, кстати, я много встречал накрутки. Накрутка есть, конечно. Очень легко накрутить роботов всего. Но эти роботы, они не смотрят сториз, они не пишут комментарии, они не лайкают. То есть, они не то-то, что там? Они ничего, они просто число подписчиков, и все. Я замечаю. Да, да, такое есть, конечно. Нужно обязательно смотреть на охваты сториз. Если это нормальный, как бы, блогер, то смотрите по количеству очень хорошо с рублями. Окей. Да, то есть, вот вы видите 1 миллион подписчиков. Следовательно, блогер примерно зарабатывает 1 миллион рублей в месяц. Окей. В евро это где-то 12 тысяч евро в месяц. Вау. Да. Если... Ну, плюс еще... Это хорошее... Это только на рекламе и гивауэях. Только на рекламе и гивауэях. Да, я много встречаю, перебью тебя. Вот мне очень много сейчас в Инстаграм пишут. У нас я менеджер такой-то, у нас гивауэй. Гивауэй, да. Я пока не занял. Вот эти гивауэи, они хороши. Это верные подарки, вот. Машины там я вижу. Да, вот я машину разыграю сейчас. Сейчас буду разыгрывать машину, да. Ну, вот как вы знаете, недавно... А какая машина? Ну, киария, пока что я могу потянуть. Киария, вот. Кому нужна машина, ребят? Подписывайтесь там. Скоро будет розыгрыш, вот, обязательно. Кстати, я тоже хочу сделать... Расскажи мне потом, да? Расскажу вам, что такое... Да, расскажу вам, ну, вкратце, может быть, чтобы люди понимали, что такое гивауэй и почему это не обман, да. А есть один большой блогер, ну, как я, например. Да. Миллион подписчиков. Окей. Есть много других блогеров, которые хотят моих подписчиков заполучить. Окей. Так вот, они, эти блогеры, мне платят, ну, примерно по 500 евро. Каждый платит мне. Да. Собирается, ну, сами представьте, около, там, ну, не знаю, ну, около 5, как мне сложно в евро говорить, около, там, 5 миллионов рублей, да. Окей. Это где-то полмиллиона евро, да. Вот. Полмиллиона евро? Нет, меньше, наверное, слушайте. Меньше, 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 меньше. Подождите, 50 тысяч. 50 тысяч, да. Полмиллиона. Да. 50 тысяч, да. Это 50 тысяч. Часть от этих денег идет на подарки. То есть я реально покупаю машину, айфоны, другие-другие подарки, я их покупаю. Из 50 тысяч, сами понимаете, там, Киария стоит, там, например, 14 тысяч евро. В общем, получается, да. Окей. Вот. Часть из этого идет организатору, который все организовывает. Менеджер. Да. Менеджер, который гиф организовывает. И часть идет блогеру. Вот. То есть в среднем с такого гивауэя я зарабатываю 15 тысяч евро. Вау. Да. А сколько раз ты можешь проводить? И отдаю подарки, конечно. Раз в два месяца примерно. Раз в два месяца. Слушай, может, мне тоже блогером стать? Вот. Да. Раз в два месяца. Таким образом. Тяжело быть блогером? Это работа на 24 часа. Это работа на 24 часа. Я это вижу по тебе. Вот. Я вижу многих. Я не слежу за многими блогами, не знаю почему, но не могу. Вот за тобой я, ну, вижу как бы, и вижу как просыпаешься, как кормишь ребенка, там, вот это все. Так и есть. Многим кажется, что что это за работа, там, ты снял сторис и все. Да, это очень интересно. Сторис иногда нужно снять 20 раз, чтобы оно получилось, чтобы у тебя там ребенок не ушел, чтобы у тебя это ты это переснимаешь. Это как своеобразный фильм. Снимать себя, чисто лайв-контент, как бы вот чисто что я делаю, ты до людей не донесешь то, что нужно. Мы все знаем, что в фильмах есть режиссирование, есть музыка. Есть много людей за кадром. Так и здесь, как бы ты должен тоже режиссировать, только здесь, в отличие от фильмов, ты один. Один. Ты режиссер, ты постановщик, ты сценарист, ты актер, ты писатель. Да. Ты писатель, ты один на все. Вот, ты и креативщик, в общем, костюмер, в общем, все-все-все-все. Как одеться, как встать. Как встать, да. Как одеться, как встать, конечно. Я, кстати, тоже иногда не знаю, если ты выйдешь, тоже стараюсь показать жизнь на Кейбре, в моем инстаграме, там, машина. Да, да, да. Как ты знаешь, на аренду и машина на Кейбре. Очень классно, мне, за прочим, следить. Да, стараюсь показать именно, как люди видят. Ну, как бы, это очень тяжело. Я представляю вам, которое нужно делать каждый день. Да, ты… Я не знаю, для меня это… Я не смогу каждый день показывать, что я делаю или как это. Ну, я не видел… Кстати, мало видел, что были бы блогеры-мужики, которые каждый день себя показывают. Есть, есть. Что одел, да? Есть, есть, конечно. Вы, допустим, показываете, как надеваете, что надеваете, как краситесь и так далее. Там, реклама – это тоже деньги, да? Ну, реклама, конечно. Когда идет какое-то упоминание чего-то, это реклама. Естественно, реклам много я, например, не беру, потому что, во-первых, нету так много фирм этих, которые мне искренне нравятся. Да, очень. Я тогда спросил, ты только за деньги делаешь или именно вот тебе нравится? Только потому… Иногда я сама пишу там, здрасте. Вот, например, штаны мне понравились. Я заказала их за свои деньги, написала им, ребят, слушайте, мне вот очень нравятся ваши штаны. Дико удобные, классные. Они мне, знаете, что ответили. А, Ирина, у вас не слишком спортивная фигура. Мы вас… Ну, нет. Ваша реклама нам не нужна, да? Вот. То есть, бывает и так. Бывают отказы, конечно. Но в большинстве случаев, как бы, люди смотрят на аудиторию, да? И я иногда очень часто пишу, что, воу, вот мне так понравился там ваш сервис. Хотите, я вас рекламирую? Конечно, за деньги. Да? Реклама стоит сейчас 70 тысяч. Что-то где-то, не знаю, там, в евро 700 евро. Нет, чуть-чуть побольше. 600 с чем-то. Да, 600 с чем-то евро стоит реклама сейчас. Это реклама в сторис? Да, в сторис. Пост стоит обычно дороже. Посты или посты? Посты очень редко я даю. Посты – это чисто вот мое мышление. Там нужен прям такой, я не знаю, ну, что-то такое, кто-то психолог или, например, там, специалист по грудному вскармливанию, чтобы я его прорекламировала. Чисто моя тема могу взять. Ну, очень редко беру, да. Но там стоит в районе 2000 евро поста, если я буду ставить, да. Очень интересно. Молодец, что так, да. То есть блогер зарабатывает примерно от 5 до 15 тысяч, ну, в среднем? Ну, да. Если это блогер – миллионник, конечно. Если вот такая миллионная аудитория. Чем меньше подписчиков, тем, конечно, меньше зарабатывают. Но еще очень важно, что больше всего блогеры зарабатывают на собственных инфопродуктах. То есть собственные курсы, гайды и так далее, которые они продают своим подписчикам. Пока что у меня еще нет. Я в работе. Я составляю такой курс. У тебя есть менеджер? Один есть. Менеджер, да. Который помогает. Помогает мне, да, чуть-чуть с рекламой, продавать рекламу, покупать рекламу на мой блог. Мой блог тоже постоянно рекламируется. Нельзя останавливаться. А, нельзя. Нельзя останавливаться. Если ты остановишься, у тебя будет падать количество подписчиков. Каждый день, во всяком случае, люди отписываются. Это не значит, что ты неинтересный, что стало плохо. Это просто кто-то… Кому-то ты был интересен, перестал интересен. Кому-то кто-то узнал то, что ему хотелось, он ушел. Это нормально. Нормально? Ну, я заметил, у меня подписались после твоего разговора тысячи человек. Ну, как бы, сразу. Да, да, да. Я сначала подумал, это, типа, роботы, как ты говоришь. Но потом я видел охват, понял, что… Не-не, не роботы, только эти, да. Я не тебе поверил. Спасибо тебе за это. Но то, что отписываются, я тоже заметил. Они отписываются, конечно. Но человек, возможно, ожидал что-то, увидел. Это оказалось не то, что он ожидал. Да, он отписывается. Ну, вот этим отличаются, кстати, живые люди от роботов. Роботы никогда не отписываются. Не отписываются, они постоянно. Они постоянно. Живые люди посмотрели, это живые люди. Естественно, у тебя меняется мнение, восприятие, ожидание. Они уходят. Поэтому каждый день я на рекламе где-то у кого-то, у других блогеров, в пабликах. Вот. Ну, и на это тоже, кстати, деньги уходят. Да, то есть в районе полторы тысячи… Ты отдаешь деньги? Да, да. В районе полутора-двух тысяч в месяц я отдаю. Если ты не вкладываешь, ты не… Ну, это как бы… Да, да, да. Если у тебя… Конечно, если у тебя будет падать количество подписчиков, Инстаграм даже может посчитать тебя опасным контентом, да, как будто бы вот ты опасен для людей и не будет тебя никому показывать, не будет тебя показывать твоим же подписчикам. Тебя недавно заблокировали. Да, было дело, да. Как ты думаешь? Я так нервничала, кошмар. Ну, это считаешь, что ты потеряла бизнес, да? Это так? Конечно. Я мгновенно потеряла свой бизнес, мгновенно потеряла свой заработок, естественно, да. То есть вот у меня… Конечно, ну, зарабатывая столько, я имею накопления, конечно, какие-то. Какие-то я могу. Да, 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 я могу. Ну, и причем вот я сейчас уже вторую квартиру купила на сдачу вот сюда в районной стране. Молодец, поздравляю. Да, это вторая квартира. Я желаю, чтобы ты здесь тоже приобрела. А почему бы нет? Нет, я, между прочим, присматриваюсь. Тебе очень нравится? Очень нравится. Очень нравится. Собираюсь здесь. Я думаю, что не первая эта зима у нас здесь. Окей. И будем приезжать весной и все. Летом, думаю, очень жарко будет, но вообще… Ну, надо попробовать. Надо попробовать. Надо попробовать. Надо попробовать. Жара, кстати, здесь абсолютно по-другому ощущается. Окей. Скажи мне, пожалуйста, у тебя YouTube-канал есть? YouTube-канала еще нет. А TikTok? Нету тоже. Ты как смотришь на вот это? TikTok, YouTube или Instagram? Твиттер? Вообще на все очень смотрю положительно и открыто. Просто не хватает сейчас времени. Хотела бы иметь все площадки. TikTok тоже классный. Некоторые его недооценивают. Думают, да что это такое там? Там много, я думаю, много детей, которые пишут всякое, которое мне тоже это бесит. Да. Иногда я хочу что-то такое сделать, поставить TikTok и потом, блин, сейчас напишешь что-то и… Ой, ни в коем случае не стоит на это обращать внимание. Да, ну, как ты говоришь, да, я буду стараться. Естественно, да. Некоторые вообще просто еще не понимают, что они пишут. Это для этих людей способ самовыражения. Это их проблемы точно не наши. Вот. Но это прекрасно. Все прекрасные платформы. TikTok, людям отключить мозг, расслабиться, получить сконцентрированные мысли. Очень прекрасно, да. Я посмотрела недавно документальный фильм. Кстати, я посмотрел его. Да. И не знаю, если люди смотрели. Именно про соцсети. Нами манипулируют и так далее. Вот это все. И все желают посмотреть это, чтобы знали бы, что это есть. Я много раз замечал, когда вот просто говоришь что-то, ну, типа ты хочешь полететь куда-то или что. Да. У тебя бывало такое, что телефон выходит у тебя реклама? Конечно. Ну, конечно. Таргет реклама. Да. То есть за нами следят или как? Конечно. Все, что вы говорите, да. То есть все, что вы устно высказываете, я уверена, что все подслушивается. Подслушивается. Да. Я хотел сказать про спорт. Про спорт. Да. Ирина, какой спорт тебе нравится больше? Я вообще все время чем-то… Да, 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 да. Ходишь, беги. Да, я хожу, несмотря на то, что я такая пухленькая. Я еще так поправилась чуть-чуть в последнее время. Ну, как чуть-чуть, на 10 килограмм где-то. Это из-за беременности? Нет, наоборот. После беременности я очень быстро скинула. А, и потом назад? Вот честно вам скажу, из-за блога. Из-за блога, да. Да, очень много работы, и я перестала себе уделять время. И вот в последнее время я только начинаю снова заниматься собой. Настолько было много работы, я настолько погрузилась в эту работу, что перестала заниматься спортом. Но вообще спорт очень люблю. Кстати, эта работа, я опять пойду назад, когда ты блогер там нету, в декрет ушел из-за того, что… Нет, к сожалению, да. К сожалению. Больше работы. Да, 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 естественно. Ну, я начала, когда Милочкой уже был год. Но, во всяком случае, конечно же, вот так я увлеклась вообще вот всем этим, что я забыла про себя, про собственное тело. Вот. И да, чуть потеряла форму, растолстела. А сейчас много я вижу. Снова начинаю, да. Вот здесь начала бегать. Мне здесь очень понравилось. Просто вот ты выходишь на набережную, и ты видишь вот эту воду, такого какого-то невероятного берега… Да, купаюсь все время, да. Сейчас вы что, декабрь, да? Купаюсь сейчас… Да, почти декабрь. Я уверена, я весь декабрь прокупаюсь, потому что вода теплая. Я не знаю, вода очень теплая. Я не то, что удивляюсь этому, потому что я сам купался, и январь, и… Ну, когда я начинал, октябрь, ноябрь, декабрь и так далее. Да. Сейчас я не захожу в воду, что правда… Разве это надо хотеть как-то? Ну, может быть… Не знаю, нам, северянам, может быть, так как-то вот эта вода, но у нас даже никогда такой теплой воды не бывает. Ну, это обидно, конечно, сейчас ты… Да. Ну, да, да, да. Почти с этим, с курткой, да? Ну, да, потому что… Ну, нам жарко здесь сейчас. Да, нам жарко. Жарко сейчас, вода теплая, вот так что, кто думал, раздумывал, приезжайте смело. В ноябре вообще… Как же лучше, да? Да. Не знаю, я бы приехала… Ну, октябрь, с октября… Октябрь вообще бархатный, но мы приехали уже в конце октября, но нам показалось очень жарко. Вода просто сказка, парное молоко. Вот, поэтому моя мама вот как раз мне сейчас пишет, что только что вылезла из воды, лежу на лежаках. Серьезно? Да. Кстати, на Кипре еще классно, что нет частных пляжей, отелей. То есть все отели вываливают все свои лежаки и зонтики. Ага. А ты приходи, пользуйся. Вот, что мы активно делаем. Ну, это сейчас, так как мало туристов… Ну, мало туристов, я думаю, что… Много туристов, может быть, они все заняты, да. В основном так едят. Да. Но, кстати… Пляжи не закрывают. Да. Как ты смотришь на то, что творится в мире? Кстати… Это, конечно, твое мнение. Да, 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 да. Это, конечно, твое мнение. И я в себе тоже твое мнение, не только это так, но… Ну, я жду какой-то чего-то, чего от нас, в общем-то, хотят. Потому что я считаю, что если бы действительно правительство, государство заботились… А теперь за чиппировали? Ну, да. Как это все говорят… Ну, да. Вот, к сожалению, я думаю, что что-то такое грядет. Трудно сказать. Потому что если бы люди, действительно, государство заботились о слабых, о пенсионерах… А, да, да. Да. То, я думаю, изолировать стоило бы этих людей, да. То есть, именно слабых, у кого иммунитет, кто больше всего подвержен вот этой вот группы риска. Их бы стоило заизолировать. А так, под видом того, что мы заботимся о старых и больных, происходит что-то страшное. Я вижу, закрываются бизнесы. Да. Люди просто… Кстати, ваш бизнес пострадал? Мой – нет. Процветает. Наоборот. Так что, ребята, ставьте блогер. Онлайн, конечно. Всем советую переходить. Онлайн-бизнес, конечно, он наоборот. За этот год я просто вот взлетела. Да, потому что у людей, конечно же, тоже появляется больше… Больше интереса смотреть. Больше интереса смотреть. Они более закрыты. То есть, им негде вот общаться, им хочется пообщаться, высказать свое мнение, выразить в первую очередь себя, свою личность в интернете. Они переходят туда. На весь бизнес, да. Поэтому… Спасибо тебе за совет. Да. Некоторые тоже, ну, как бы, подумают что-то, придумают что-то и не постесняются сделать свой блог. Конечно, конечно. Ирина, ты человек тот, который ставит цель и добивается, и как ты на это сможешь? Хотелось бы таким человеком быть, так уверенно о себе так сказать, что я делаю, добиваюсь, я тоже не могу, да, но я, конечно же, стараюсь. То есть, хочу быть человеком, который это делает, уважая людей, которые работают, которые стремятся к своей над собой. Да, над собой, которые не видят препятствий. Просто, как говорится, вижу цель, не вижу препятствий и иду к ней. Ну, я думаю, я вот много стараюсь находить вот это, и я много раз считаю, что если твоей цели нету препятствий, то это не цель. Конечно, естественно. Поэтому эти препятствия надо просто прыгать. Естественно. Очень многие находят отговорки, да, то есть, вот, ну, сейчас, да сейчас пандемия, да я дождусь вот этого. Очень многие откладывают жизнь на потом. Я была в их числе, я тоже думала, вот похудею, начну вести блог. Так я и делала. Я сдала до того, пока я похудела, очень худая была, невероятно. И тогда только начала вести блог. И вот, пожалуйста, я разжирела, но тем не менее блог успешен, бизнес успешен, да. То есть, не стоило, не стоило откладывать. Откладывай. Откладывать цель не надо откладывать на потом, нет. Начинайте делать. Конечно, есть проблемы, конечно, что-то не получается, конечно, и обидно бывает, и плохо, и ты идешь вот как-то борешься с этим, но вперед, только вперед, конечно. Ребята, пишите, кем бы вы хотели стать, ну, не то что кем, а какие у вас цели, если вы такой человеку, который ставит цель. Я просто очень всех агитирую. Ставьте каждый день цель. Между прочим, вот это, кстати, очень классная вещь, написать где-то комментарий, что вот этого я хочу, это останется, это там будет, и вот зайдите потом, почитайте, сбылось или нет. Напишите. Хочу не только на листе, где-то у себя, а вот где-то в публичном месте. Это написать, заявить, и потом посмотреть, как оно сбудется или нет. Ирина, я хочу тебя поблагодарить за то, что мы смогли встретиться, и ты нам все рассказала. Ой, вам спасибо. Тоже было очень интересно. Интересно быть нашим подписчиком. Мы еще увидимся. Конечно. Да. Может быть, еще сделаем какое-нибудь интересное видео или интервью и так далее. Спасибо тебе большое. Конечно. Вам спасибо. Было очень классно. Я руку пожму, я не боюсь. Не то, что я такой сильный. Просто всем желаю здоровья. Здоровья всем. Всего хорошего. Все хорошо. Спасибо. 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 Спасибо.